Добрый день, меня зовут Артур, я из компании Яндекс, сервис беспилотных автомобилей. И сегодня я вам расскажу подробнее о том, как мы тестируем беспилотные автомобили еще до выезда в город. Коротко о том, о чем будет сегодняшний доклад. Для начала расскажу о беспилотных автомобилях, небольшое введение, что из себя в цифрах представляет, а на какие большие компоненты можно разделить. Дальше посмотрим, что такое симулятор и как при помощи него можно проверять поведение автомобиля заранее. Посмотрим, откуда берутся тесты, какие бывают вообще проверки в виртуальности. Посмотрим на покрытие и управление, ну менеджмент тест-кейсами. И вообще поговорим, как с этим жить и работать, потому что этого может быть много. Немножко слов о себе. Я разработчик, уже больше четырех лет работаю в Яндексе. На текущий момент наша группа отвечает за то, чтобы как можно больше можно было проверять наш автомобиль виртуально, а не сразу на машине. Хотя, конечно, и не все сразу, и в докладе я немножко поясню, почему. И буквально один слайд о команде. Почему-то многим кажется, что беспилотный автомобиль — это машин-ленинг, и на этом все. Типа коробочка с какой-то магией, и оно как-то ездит. На самом деле это не так. У нас очень много разных задач. У нас алгоритмы, железо, email, фронт-энд, визуализация, картографы. В общем, очень много разных направлений и команд. Соответственно, это большой вклад людей и различных групп для того, чтобы разрабатывать такую большую систему. И в том числе внутренние инструменты для разработки и тестирования. Я же как раз подробнее расскажу, что такое симулятор. Это один из инструментов внутреннего тестирования, как виртуальная среда, позволяет проверять важную часть беспилотных алгоритмов. Ну и вот тот слайд про цифры и что такое беспилотные автомобили Яндекса. На текущий момент это 170 машин в продакшене, которые гадаются по городам в разных локациях. Сейчас это 5 крупных локаций, которые можно выделить. США, Эн-Арбор, Израиль, солнечный Тель-Авив, где очень много двухколесного транспорта. И это очень хорошее место, где можно проверять взаимодействие с байкерами. В других местах их все-таки поменьше. Москва, включая Сколково, то есть несколько районов Москвы. Сколково, где можно покататься на беспилотнике. И Иннополис, где уже можно заказать беспилотное такси прямо через выражение Яндекс.Такси, как обычный вызов машины. И еще одна, вот пятая локация, она немножко особенная. Ее видно фоном на этом слайде. Это наш беспилотный полигон. Это то место, где проверяется машина еще до выезда в город, но уже после симулятора. Такой пре-продакшен. Если предыдущие города это прод, это пре-прод, но симулятор будет в данном случае тестинг. Небольшие аналогии к обычным, к каким-то большим проектам. Ну и на текущий момент проехали 13 миллионов беспилотных километров, что немножко показывает зрелость технологий, что это может ездить. Немножко про терминологию. Я буду часто говорить беспилотный автомобиль как беспилотник. Иногда может проскакивать слово ровер, это из разработки, просто чтобы понимали и говорили на одном языке. Буду стараться все время расшифровывать. И еще будет слово pipeline. Это просто набор софта, ну наших алгоритмов. Часто просто тоже внутри сокращается pipeline. Это просто вот софтовая часть. Надеюсь, будет понятно. Постараюсь по ходу еще комментировать. Окей. Про беспилотные автомобили вроде в целом поговорили. Давайте посмотрим, на какие крупные части можно его поделить. Крупно можно выделить четыре компоненты. Первое – это модуль локализации. То, как машина видит себя вокруг. То есть мы с точностью до сантиметров позиционируем себя в пространстве. Мы вот находимся здесь. При помощи датчиков GPS, точной локализации вокруг, при помощи объектов, которые расположены вокруг нас. В этом, кстати, помогает следующий модуль. Модуль распознавания. Как раз про то, как мы видим вокруг себя. Пытаемся распознать объекты. И из картинки, и из каких-то лидерных облаков сделать описание вокруг нас при помощи объектов. То есть мы теперь знаем, что это не просто облако, точек или картинка, а здесь пешеход, здесь машина и так далее. После этого это все передается модулю предсказаний, который на основе полученных объектов, которые мы распознали, пытается предугадать, что будут делать агенты вокруг нас. Куда поедут машины, в общем, какое будет их следующее действие. И все заканчивается, ну или просто переходит дальше на вход модуль планирования, про который как раз мы будем дальше рассказывать, который на основе полученной информации пытается, ну не пытается, в смысле, а едет, ну или отдает команду беспилотнику, что делать дальше. И все начинается по новой. Мы снова локализуемся, распознаем окружение вокруг нас, предсказываем, что будут делать другие объекты вокруг нас, и снова пытаемся планировать. Отдаем команду беспилотнику, куда ехать дальше. Вот. Это на самом деле большие компоненты, и они тесно связаны между собой. Четкого разделения, конечно же, нет. В планировании там есть и предсказания и прочее. Больше всего в симуляторе проверяется именно модуль планирования, как в сложной системе, но, конечно же, затрагиваются и другие аспекты тоже. Ок, ну давайте теперь поговорим, как проверять такую сложную систему. У нас нет какого-то G-Unit фреймворка, или там, не знаю, Пай-теста, или любой другой готовой системы. Ну или если у нас есть симуляторы, они нам не подходят просто потому, что существующие решения не дают гибкости. Идея простая. Давайте возьмем наши алгоритмы и будем проверять критические модули, которые нам нужно объяснить. Попробовать объяснить, почему машина себя повела именно так. То есть мы проверяем поведение нашего беспилотного автомобиля в разных ситуациях, не подвергая опасности окружающих. Ну в данном случае, вот как я говорил на предыдущем слайде, ровно тот модуль планирования в основном мы и берем. То есть идея простая. Берем фичи и гипотезы и быстро понимаем, поломано оно или нет. Ну на помощь нам приходит симулятор. Идея тут в чем? Берется физический движок, который максимально приближен к поведению машины в реальности. То есть машина себя ведет практически так же, как мы едем в реальной жизни. Тут, наверное, можно задать вопрос. Я не знаю просто, кто присутствует. Вы работали с какими-нибудь движками игровыми? Что-то типа Unreal Engine, Unity. Поднимите руку, кто-нибудь может в Pet Project или GameDev. Ну, ощутимо. Вот на самом деле изначально это был игровой движок. Симулятор для нас это редактор, где можно накидать сцену и как-то ее воспроизводить. Но это не так важно, потому что сейчас это заменили на веб-редактор, но суть остается. Дальше идея в том, что проверяется общий код беспилотника, и из симулятора вызывается тот самый pipeline, про который я говорил, тот же самый набор алгоритмов, чтобы смотреть, чтобы поведение не различалось. И симулируется окружающий мир. То есть на вход тому самому модулю планирования приходят уже как будто бы распознанные объекты, вот те самые пешеходы и машины. То есть мы их не распознавали, мы не симулировали модуль распознавания. Мы как будто их распознали, передали модуль планирования и смотрим, как себя ведет беспилотник в симуляторе и что он дальше будет делать. Окей, ну давайте посмотрим, как это может выглядеть. На текущий момент редактор выглядит примерно так. Это уже не Unreal Engine, на текущий момент это веб-редактор. То есть просто мышкой можно накликать сцену с различными объектами и после этого посмотреть, как оно едет и как оно взаимодействует с миром. То есть здесь мы накидали пешехода на сцену, кинули бота, который перед нами выезжает на дорогу и смотрим, что вроде как прикольно ездит, можно проверять какую-то сцену. Это просто простой кейс, не очень практичный, но показывает, что создать сцену не очень долго. Для модуля управления получается нет разницы, откуда пришла информация. То есть честное описание, такая матрица. То есть мы не знаем, находимся мы в матрице или нет, мы просто проверяем, окей или не окей с тестом. Вот, давайте тогда, ну если у нас есть понятие, что такое симулятор, это редактор и способ запуститься, давайте поговорим, что такое тест. Тест в нашем случае, это на самом деле очень простая штука. Это просто YAML файлик с описанием того, что мы будем проверять. Там есть какой-то description, что будет проверяться, название теста, какая-то мета-информация, ссылка на карту, где уже зашита информация, как мы ездим, где находятся объекты. Ну и какие-то входные параметры. Какую машину мы сейчас симулируем? Ну, например, сейчас в беспилотниках есть продакшн две машины. Это Prius Toyota и Sonata. То есть от этого тоже может различаться поведение. Например, может задаваться локация, где мы находимся. Тот же самый на полюсе Москва. Ну и другие параметры. Это не так важно. Тут интереснее, что при помощи чего мы можем проверять. Это условия и триггеры. Условия – это то, что выполняется на протяжении всего теста или в конце. А триггеры – это такие события, при взаимодействии с которыми что-то происходит или что-то проверяется. Здесь аналог – это ассерты в коде. То есть просто какая-то проверка. Можем посмотреть, что доступно на самом деле для проверки поведения. С условиями тут очень просто. Я как говорил, что это просто описание. Неважно, что тут написано, я просто буду рассказывать примеры. Для большинства тестов оно плюс-минус одинаковое. Мы говорим, что у нас есть условия успеха, условия неуспеха. Ну, для примера, условия успеха логично предположить, что мы не хотим врезаться. Это нормальные условия. Мы хотим доехать до конца нашего теста, что мы доедем до конечной финишной точки и там остановимся. Ну, похоже, что это будет рабочий тест. Одно из условий. То есть все триггеры достижения, достижения, конечно, точки выполнены. Тест завершился успешно. На самом деле это просто алиасы, внутри вызывается код, и мы проверяем, что все окей. Случай неуспеха, на самом деле, тоже понятно. Если случился core dump, программа завершилась неожиданно. Ну, кажется, что что-то пошло не так, давайте пофейлим систему. Если случилась коллизия, ну, тоже вроде бы не очень хорошо. Ну, если автор не задумывал обратного, конечно. Ну, и вот для примера последний алиас. Мы фейлим тест, если ровер стоит больше 30 секунд. Кажется, что что-то пошло не так. Давайте просигнализируем, что тест пофейлин. Это общие условия, которые проверяются практически в каждом тесте. Что же по поводу триггеров? Это уже какие-то конкретные условия на самой карте. Вот здесь можно на картинке видеть. Это вот кругляшочки, квадратики, ну, в общем, цветные зоны. Когда туда заезжает какой-то объект. Ну, это может быть как и наш беспилотный автомобиль, так и любой другой бот, пешеход или что-то еще. Когда мы взаимодействуем с этой зоной, что-то происходит. Что может быть в качестве триггера? Создаваться объект. Ну, то есть мы заехали в зону перед пешеходным переходом, заспавнили пешехода, как будто бы он внезапно для нас появился. Ну, допустим, мы его поздно распознали. И он переходит дорогу. То есть мы проверяем в данном случае, что мы успеваем оттормозить, оттормозиться, пропускаем пешехода и все окей. Работа светофоров. Ну, какие-то светофорные программы, что мы можем переключать цвет светофора, таким образом тоже проверять, что все окей, на перекрестках мы себя ведем адекватно. Можем отслеживать скорость. К примеру, проверять, что вот, например, в зоне, которая там справа внизу, мы едем не очень быстро или, наоборот, не очень медленно. Это, наверное, не очень хорошо, когда мы разворачиваемся и начинаем там тупить. То есть мы можем ограничивать как сверху, так и снизу. Ну, и какие-то банальные коллизии, опасные сближения, в общем, любые другие проверки. Тут уж что душа пожелает. Так как мы встроены в наш pipeline, в нашу софтовую часть, мы знаем о нашей системе больше, соответственно, можем проверять кодом, ну, все, что захотим, на что фантазии хватит. Вот. Ну, основная, да, идея тут, что мы можем проверить систему изнутри. Как раз о той гибкости я и говорю, что не все системы это дают. Вот. Поговорили, какие у нас бывают проверки. Давайте посмотрим, откуда берутся тесты. Ну, тут, казалось бы, давайте возьмем книжку ПДД, там какой-нибудь пункт 13.9 про выезд со второстепенной дороги. Просто уступим, ну, и так каждый пункт распишем. Ну, типа, что сложного? Там 13 каких-то, ну, глав, все пропишем, и вроде все хорошо. Ну, нет, вроде бы не совсем все так. Ну, вот первый пример – ситуация на дороге. Мы едем в своей полосе, и нас просто подрезают. Ну, тут надо сказать, что скорость достаточно большая. Это 50-60 км в час. Для пробки это в целом, ну, достаточно быстро. И просто правилами тут уже не обойдешься. То есть нам нужно среагировать на других участников движения. Что тут еще важно? Кроме коллизии, предотвращения ДТП, можно подумать о том, что движение нашего беспилотника еще должно быть и плавным в том числе. То есть мы должны оттормозиться как-то аккуратно, а не просто давить тапку, тормоз в пол. Типа, ну, мы же избежали столкновения, все норм. Вот. Потом будут ругаться, типа, а что это вы так укачивает меня? Не хочу, не нравится. Вот. Ну, то есть вы просто можете сесть за руль, выехать в город и пособирать кейсы. Один из вариантов. Почему нет? Следующий вариант – фичи разработки. Приходит модуль планирования. Еще один термин, не знаю, стоит вводить. BL, у нас просто есть сокращение – behavioral layer. То есть, если переводить на русский, вот модуль планирования. И говорит, что, ну, мы тут научились объезжать ремонтные работы, давайте попробуем. На дороге найти, ну, можно, но не сразу. Поэтому можно прийти в симулятор, накидать какие-то статичные блоки, камазы припаркованные слева прямо на дороге, и смотреть, беспилотник вообще объедет, или будет думать, что эта машина стоит в пробке, и мы будем просто стоять и ничего не делать. То есть, такую сцену можно накидать и смотреть, как мы проезжаем. Ок. Если с ситуацией на дороге и какими-то вещами понятно, вот опять пример не ПДД. Люди, ну и вообще, в принципе, участники движения, делают чаще, как им удобно, а не по правилам. Обращаю внимание, вот зебры нет, пешеходы просто идут своим прямым путем, им вот туда надо. С ними тоже нужно уметь взаимодействовать. Ну и симулятор тут тоже помогает, потому что с реальными пешеходами немножко стремно проверять на них. Давайте сначала в виртуальности проверим. Вот. Хотя у нас есть КОА, которые вот на том же полигоне отважно бросались самокатом под беспилотник и проверяли. В общем, всякое разное есть. Ну и под конец вот тут есть редкие кейсы. Все, с дороги-то можно собрать. Бывает иногда такое. Это вот как раз Иннополис, Казань, под Казань и город. Там, где есть беспилотные такси. Казалось бы, все хорошо, пусто. На всякий случай, это Россия. У нас правостороннее движение. Это круговое. Трактор просто поехал налево по часовой стрелке, ему так удобно. Ну потому что машин-то особо нет, что там правила соблюдать. Поеду вот коротким путем. Поэтому бывают какие-то редкие случаи, которые захочется потом воспроизводить чаще. А такой трактор ты не каждый раз найдешь на круговом. Хотя в Иннополисе, наверное, можно будет. Ну и тут идея, что ок, а давайте мы все тесты, которые мы проезжаем, ну точнее все случаи, которые мы встречаем в реальности, мы можем импортировать из проезда автоматически по клику. То есть у нас есть ровер, который катается по городам. Логи, естественно, сохраняются. 24 на 7 катаются, все это загружается в облако. То есть у нас все проезды в принципе есть. А давайте мы из этого кейс будем делать. Берем вот этот участок проезда, генерируем, загружаем в наш симулятор, обрезаем там все лишнее. И окей, тест готов. То есть на основе логов из проездов, ну после заливки, мы можем в пару кликов создать просто кейс. Объемы тут достаточно большие. Типа 13 миллионов километров наверняка что-то интересное будет. Ну и просто после того, как проимпортировали, там пример того, как это выглядит. Вот так вот примерно видят беспилотников, там это посередине промежуточный этап, то как видят окружающую обстановку. Это вот примерно импорт из проезда. Что тут важно? То есть мы всю окружающую обстановку на тот момент внутри себя заимпортировали. Вот эти коробочки, это машины. Если вы видите в левом верхнем углу, видно коробочки появляются и пропадают. Это вот такие детекции, которые там не сразу видно. Они загораживаются там другой машины. То есть реально как оно есть в проезде, оно так заимпортировалось. И мы прям проверяем практически на живую, как оно было. И соответственно, это очень удобно, что мы прям кейс из реальной жизни взяли, подтянули и проверили. Вот здесь там убрана какая-то ненужная информация. Это просто для примера, что можно импортировать как есть. Окей, ну мы поговорили, какие тесты бывают. Давайте подумаем, а достаточно ли их. Ну потому что накликать сцены, ну можно. Ну на сколько нас хватит? Там 10-20 сцен. Что дальше делать? Ну первый вариант вариации. Давайте из одного теста делать 10 тестов, там 20. При помощи входных параметров можно просто изменять начальную скорость движения нашего ровера или нашего бесплодного автомобиля, или других ботов. И соответственно, условия уже будут другие, и поведение на дороге может быть совершенно иным. То есть добавим просто пешеходов, поменяем светофор при помощи входных параметров, и вот у нас из одного теста получилось 10. Окей, следующий вариант. Файзинг. Это на самом деле, наверное, отдельная тема для доклада, но если коротко, я думаю, многие слышали про это, это просто способ рандомно поварьировать входные параметры, взять из какого-то диапазона и посмотреть, а что будет. То есть мы теперь скорость не сами задаем, а говорим, что там как-нибудь, и посмотреть, как оно будет вообще работать. Упадет, не упадет. Тут можно что угодно менять опять локации, поведение, количество машин, просто пускать вместо одной машины поток, и таким образом смотреть, как оно будет работать. И длинные заезды. Это такой способ проверить перформанс, ну и вообще накат. То есть запустить просто на несколько часов систему, и пусть она там себе в виртуальном мире катается, смотреть, что мы не падаем, накатываем километры, таким образом проверяем стабильность технологии в виртуальном мире. Ок, ну а как с этим жить-то теперь? То есть мы тут сказали, что у нас там тест-кейсов достаточно много, потом мы их поварировали, то есть у нас было тысяча тестов, ну примерный порядок. Дальше мы можем файзингом и вариацией сделать из них, ну прям реально много, миллионы, ну это достаточно много. Каждый раз не более они рандомные, то есть мы варьируем параметры, и теперь у нас непонятно, что происходит, каждый раз разное поведение, непредсказуемое. Ну и плюс еще там на каждый merge commit запускаются там 10-20 сотни тестов. Ну каждый тест, соответственно, таких тысяч, типа вообще непонятно, что делать. То есть как менеджить с этим? Опять это отдельная тема для ACI, и как вообще с этим жить, типа откуда брать столько железа, как оптимизировать. Здесь я расскажу вот несколько этапов, как мы приходили к тому, чтобы это менеджить и было проще понимать, что пошло так или не так. Для начала мы ввели несколько типов. Base – это основной набор, который мы проверяем всегда. То есть на каждый PR мы запускаем Base прямо вот стопудово. Они должны проходить. Все, никаких вариантов. Ну то есть беспилотник не должен, там не уметь прижать светофор. Ну понятное вроде требование. Дальше есть regular. Это то, что не влезло, или вот прямо сейчас мы не хотим проверять на межкоммите, но это те же самые тесты практически. Ну это как раз поварьированное может быть. Мы их можем запустить после мержа, а потом прийти к разработчику и сказать, блин, сломано, иди чини, мы это сейчас откатывать будем, или там выключать тесты. Большого различия нет, просто это способ побыстрее дать разработчику обратную связь, а потом допроверить остальное. Ну и отдельно выделенный спешл, это уже не гоняется на пиарах, это какие-то ночные прогоны, вот те самые перфтесты, которые могут гоняться 3-4 часа, которые запускаются ночью или по выходным дням, просто чтобы смотреть, что что-то пошло так или не так. То есть запустили на локацию, запустили туда ботов, и смотрим, что происходит. А потом уже человек или автоматика рассматривает, что странного происходило. Ну окей, тремя типами вроде бы можно обойтись для запуска, но вот менеджить это уже не очень удобно. Вот про управление тестами второй способ, это теги расставить. Это способ разметить наши тесты на разное множество, и это дает нам удобный поиск, то есть мы можем найти все тесты там с круговым движением, тем же самым, или там разметка по локациям, и посмотреть вообще, что у нас есть, что покрыто. Это дает способ, кроме поиска, соответственно, и запуск. То есть мы теперь вместо всего множества тестов можем запускать только интересующие нас. Ну вот для примера можно взять все перекрестки, взять те тесты, где на перекрестках были пешеходы, и вычесть оттуда светофоры. То есть теперь мы прогонимся на нерегулируемых перекрестках, где мы взаимодействовали как-то с пешеходами. То есть такой способ немножко сэкономить время и вот взять небольшое подмножество. Еще несколько слов про теги. Вот мы еще пользуемся, например, тегом future или broken. То есть это способ разметить, что тест поломан или что-то с ним не так. Вот. В нашем случае помогает. Я чуть дальше расскажу, как именно он используется. Следующий слайд. Тоже отдельная тема, наверное, для доклада, но коротко тоже хочется упомянуть. Я думаю, многим тоже знакома проблема флаки-тестов. Это проблема мигающих тестов. Тесты вообще в проектах имеют свойство ломаться. В нашем проекте система недетерминирована прям вообще плохо. Это прям отдельная задача, как сделать тест предсказуемым и вообще поведение системы тоже детерминированным. Соответственно, нам приходится настраивать процесс по поводу поиска, ну вообще борьбы с мигающими тестами. Но у нас это сделано относительно просто, мне кажется. По крайней мере, одним слайдом я могу рассказать. То есть есть процесс по поиску. Это просто каждую ночь прогоняются все тесты по много раз и находятся те тесты, которые падают там постоянно или хотя бы сколько раз-нибудь мигнули выше порога. То есть на следующий день они явно будут мешать разработке и разработка будет ругаться. Типа, блин, опять мержать не могу. Поэтому эти тесты как раз помечаются вот этими флагами, про которые рассказывал раньше, broken. Тесты отключаются, дальше дежурный с утра смотрит, а сколько там завелось. Их на самом деле не так много. Там десяток из тысяч может быть. И из них реально есть поломки. То есть дежурный приходит, смотрит на сами тесты и понимает, что с ним не так. То есть это тест был не очень корректный. Мы тут как-то странно накидали сцену. Или действительно поймали проблему в коде и давайте ее чинить. То есть дальше мы там модифицируем сцену, ну или чиним код, отдаем уже дальше в разработку того же модуля планирования. Ну, соответственно, антифлаг механизмы, которые на самом деле помогают бороться еще с тем, что даже если что-то осталось, мы на самом деле во время прогонов тестов используем антифлаг механизмы. Мы перезупускаем один и тот же тест несколько раз и можем определить, это в этом пиаре сломалось или уже поломано до. И таким образом разрешать разработчику коммитить, даже если тест мигает, потому что мы убеждены в том, что, блин, ну вообще-то он был сломан до, тебе можно, мы потом разберемся тогда, где вообще поломалось и найдем. Окей. Про постпроцессинг немножко это подводка к следующей теме. Так как логов много, даже вот в симуляторе, где мы не эмулируем распознавание, не эмулируем реальную картинку, у нас терабайты данных. То есть это сравнимо с крупными сервисами production, которые вот работают с пользователями напрямую. Вот, это вот сзади накапливается, хранится потом вот все, что мы приезжали, чтобы можно было с этим работать, потому что мы храним все логи. И есть утилиты для поиска и проигрывания логов. Это нам дает то, что мы можем посмотреть назад, как себя вел беспилотник в прошлом, в симуляторе, ну и посмотреть на поведение системы. То есть у нас есть статистика проездов, прохождения, и есть история. И на основе этого мы можем относиться теперь к нашей системе как к чему-то общему и на основе метрик теперь считать. Так как тестов много, смотреть на каждые глазами теперь уже тяжеловато, устанешь. Давайте попробуем посмотреть на систему в общем. Посмотрим, как она себя ведет. И на основе чисел мы можем теперь оценивать поведение системы и говорить, что ну окей, вроде эта чиселка не увеличилась, и мы теперь с этим можем работать. Вот. Ну так построена приемка релизов, так построены пиары. Мы можем смотреть просто поведение на основе чисел. То есть АБ-тестирование и вот это вот все работает на основе метрик. Но в данном случае тут пример вот среднего количества резких торможений. Видно, что вот начали замерять, смотреть, выросло там в какой-то день. Ну и случился небольшой катон, давайте мы уменьшим. Вот. В общем, различные характеристики можно отслеживать таким образом и уменьшать. Ну, не знаю, самая простая, наверное, это, например, среднее время прохождения теста. Если оно растет, то, наверное, что-то пошло не так. Ну, либо бесплодник начал ездить очень аккуратно, ну, что в принципе неплохо, но это дает некоторый сигнал, что пошло не так. Ну, а дальше все как обычно. То есть мы увидели метрики, что они изменились. Давайте посмотрим топ тестов, которые на это влияют, и посмотрим уже частный пример, что идет не так. На самом деле это крупно, наверное, все. Ну, то есть, а, ну да, важный поинт. Надо смотреть на статистически значимые изменения, потому что метрики могут прокрашиваться просто так. Если у вас 1-2 теста на метрику, они будут мигать просто в разные стороны, плюс 100, минус 100, и это будет не очень показательно. То есть тут важно набирать вот этот, ну, необходимый минимум, чтобы можно было что-то оценивать. Ну, и в конце хочется показать, что сколько бы вы не делали тестов, там, не знаю, не строили ПДД, ну, типа невозможно все предугадать. Типа всегда найдется что-то, что пойдет не так. И основная идея в том, что на самом деле нужно проверять какую-то общую адекватность на поведение нашего автомобиля, и симулятор ровно про то, чтобы это какие-то общие проверки, и мы просто ничего неадекватного на дороге не делаем. Вот. Ну, какие выводы? На самом деле хотелось сказать, что это, ну, симулятор для нас всего лишь инструмент. И большой разницы, в каком проекте это работает, нет. Больших проектов вместо симулятора будет что-то другое. Вот. Поэтому мне кажется, что проблемы и задачи плюс-минус одинаковые, верхнеуровнево. Понятное дело, что внутри задачи могут очень сильно углубляться и могут быть сколь угодно сложными и необычными. Но в общем, мне кажется, что бороться нам приходится плюс-минус с таким же. Ну, и небольшая мысль, что кажется, что стоит вкладываться в какие-то внутренние утилиты и разработки, чтобы помогать как разработчикам, так и QA. Ну, для примера, вот в свое время я добавлял сайт-бай-сайт-вьювер. Это утилитка, которая помогает просматривать поведение теста, как было раньше и как есть сейчас. Очень легко, когда у тебя перед глазами два теста, они идут одновременно, и ты можешь прям вживую видеть, с какого момента началось различие. И сразу становится понятно, почему развалилось, из-за какого момента что-то пошло не так. Вот. Ну, идея в том, что кажется, что мы можем протестировать систему изнутри. Это было понятно. В релизах она нам помогает, и кажется, что здесь штука полезная. На этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Давайте перейдем к вопросам. Уложился в 30 минут. Так, мне обещали помочь с вопросами. Я вижу очень много рук и вижу, что микрофон передает. Раз, раз. Слышишь меня? Да, привет, слышно. Вот так вот что сделал. Очень хороший доклад, очень интересно. Вопрос такой. Вот насчет ровера. Вот там вначале был ролик, где стоят два трактора, по-моему. Там сначала КамАЗ, потом трактор. Машина сначала объехала его справа, но потом все-таки заехала между ними налево, потому что пыталась, видимо, ехать по той пласти, которая ехала. Потом обратно выехала, чтобы… Можно к этому смоделировать ситуацию, чтобы он этого не делал? Потому что это как бы… Еще раз вопрос последний. Ну, как-то можно… Ну, я-то понимаю, все эти алгоритмы пишут именно разработчик, а вы просто их тестируете, да? Да. А кто проверяет, что разработчик написал именно хороший алгоритм, на что машина едет, ну, в смысле… Спасибо, да. Хороший вопрос. Да, за удобное время. Я, на самом деле, забыл про это рассказать, возможно. Где-то в слайдах было про перестроение. Может быть, не совсем прям прямой ответ, но на самом деле, вот при помощи тех условий, которые я посередине рассказывал, можно проверять в том числе количество перестроений, которое совершено за тест. Ну, да, наверное, мы не хотим лишний раз перестраиваться. Это тоже хорошая метрика. Это тоже хорошие условия, которые можно проверять. Вот. И когда ты совершаешь тест, ты можешь просто алиасом прописать, что вообще в этом тесте я не хочу перестраиваться вообще. или хочу перестроиться там не больше двух раз. Это просто общее поведение системы, конкретно NetCase. И разработчик или тестировщик может задать условия, и это будет проверяться, и это будет условием прохождения. И последний вопрос. Кто проверяет именно коллизии? Это разработчик шлет, что типа машина врезалась, или вы как-то сами это можете? Коллизии — это проверка коллизии — это триггер, то есть вот ивент. Эта система сама посылает сообщение, что произошло столкновение. То есть это заложено именно в симулятор. Разработчику не нужно каждый раз об этом думать. То есть разработчик это не может обойти? Может. Ну как? В смысле коллизии всегда детектируются, а хорошо или плохо — это вопрос второй. То есть в условиях можно прописать, что вообще-то для успешного прохождения здесь мы хотим коллизию. Ну, например, мы разогнали машину до 100 км в час, и уверены, что вот она врежется, и нам нужно проверить, что она врезается. Почему-то. Ну, не знаю почему. И мы можем просто описать, что вообще-то коллижен триггер — это у нас success должен случиться. Ну, в общем, можно так написать. Не знаю зачем, но можно. Спасибо. Ну, как вариант. Это вопрос. Вопрос про вагонетку, видимо, очень будет близко. Окей, давайте дальше. Спасибо большое за доклад. Хотелось бы узнать, а как вы из большого количества данных, которые вы собираете, отбираете сценарий для тестов потом? Вообще сейчас за рулем находится QA, которые сидят и смотрят, что произошло не так. И есть такое понятие, как крит или дис. Это вмешательство водителя по какой-то причине. Ну, водителю стало страшно, он отмечает комментарием, что здесь что-то пошло не так. Или там он вообще вмешался в управление, что-то пошло прям совсем плохо. Я на всякий случай отрулю и вот не буду делать. Поэтому по разметке, вот по тому, что мы расставили вот эти комменты, мы просто можем выгребать все и посмотреть интересные кейсы уже каким-то, ну, тестировщик может посмотреть и решить, что да, это интересно, давайте это загружать в нашу систему. То есть пока никаких автоматизированных средств нет для этого? Абсолютно все дисы сейчас не загружаются. Ну, как вариант, мы проговаривали такой момент, но там может быть просто очень много мусорного кейса. Ну, то есть в Москве, представьте, что там большая пробка, очень много машин, и все равно нужно вручную просматривать, что там, ну, это полезно или нет. То есть отсмотреть целиком можно, запустить это целиком можно, но сейчас процесса по тому, что сразу все такие импортируются и всегда проверяются, такого нет. То есть все равно глазами хочется посмотреть, адекватно это или нет. Спасибо. Окей. Какая-то мысль была по поводу автоматического импорта, но я, наверное, забыл. Надеюсь, что сказал и ответил полно. Спасибо, Артур, за адекват. А скажите, вот, ну, я посмотрел, то есть вы работаете только исключительно, я так понимаю, ну, с боевыми сценами, то есть с улицы и так далее. А вот есть там, не знаю, тот же самый, какие-то игры, да, или еще где-то. А есть какие-то соревнования, либо еще что-то, то есть в которых вы участвуете своими алгоритмами, например, там виртуальные, то же самое, не знаю, там, гран-туризмы или еще тут, где есть виртуальные среды, то есть там можно их своих, грубо говоря, алгоритмы проверять против боевых, ну, живых людей или еще что-то, где-то участвовать в таком. Да, я понял. На всякий случай повторю вопрос, если вдруг кто-то не слышал. Вопрос был про то, что участвуем ли мы в виртуальных проездах где-то и проверяемся ли против других. Я о таком не знаю. Наши беспилотные автомобили ездят в городе и предназначены, ну, условно, для будущего такси. Вот, и, соответственно, против каких-то заездов и гонок ничего такого нет. И в симуляторе в том числе это не проверяется. Но комментируя про то, что только там боевые настоящие заезды, не совсем так, виртуальные локации тоже есть. То есть какая-то виртуальная просто полоса, где мы что-то хотим проверить. Такие тесты тоже есть, когда тестировщик просто хочет проверить поведение, что мы там разгоняемся и тормозим. Для этого нам полноценный город не нужен. То есть руками тест-кейс такой можно накидать. Но это не проблема. У меня сейчас пока заминка небольшая, да? Я фону могу включить в видос. Это как раз США Анарбор. А можно звук потише сделать? Если вообще выключить звук, оно просто будет фоном крутиться. Это вот часовой заезд про то, что машина где-то катается сама по себе, без водителя. Пусть играет фоном. Вот. Про вопрос. Ты можешь задать, а я повторю, наверное. Окей, давай на первый вопрос. Первый вопрос был про то, что как течет время в симуляторе. Быстрее оно или медленнее? Хороший вопрос, потому что это отдельное направление было про уменьшение времени. Изначально симуляция была дольше, чем реальное время. Ровно потому, что мы хотим детерминированность. И, соответственно, накладывая это ограничение на прохождение, у нас замедляется время, потому что мы хотим выполнять все, что у нас происходит по порядку, чтобы не нарушалось ничего. Сейчас уже быстрее. Если отвечать в количестве, то за ночь прогоняются сотни тысяч тестов. В километрах сложно оценивать, потому что полезных километров в симуляторе нет. Мы проверяем сцену и начинаем какую-то новую. То есть прям с реальным проездом это все-таки тяжело сравнивать. Среднее время симуляции одной сцены – это где-то реальных минута-полторы. Там внутри полезного, что вот именно что-то какая-то происходит, это секунд 40. То есть пока мы там подъедем, пока там проедем перекресток, то есть какие-то накладные расходы на подготовку к окружению тоже есть. Не в плане налог на разворачивание, а именно в плане уже на самой сцене, что вот мы едем куда-то и что-то проверяем. И второй вопрос. Еще раз напомню. Второй вопрос про оптимальный маршрут и проверяется ли что-то, как мы… Ну какие цели у беспилотника, видимо? Едем ли мы быстро, чтобы побыстрее доехать? Или нам главное избежать всяких опасных ситуаций? Скорее цель в том, чтобы ехать аккуратно, то есть комфортно. Это вот как раз один из видосов был про то, что давайте лучше аккуратно оттормозимся, а не то, что мы как шумахеры сейчас доедем с шашечками и доедем до финиша. Поэтому есть проверка времени, что мы укладываем в какой-то разумный лимит и не тормозим. Но цели на то, чтобы доехать как можно быстрее, обычно не ставятся. Ну или я о таком, не знаю, потому что команда достаточно большая. Давайте дальше. Интересен такой ответ на вопрос. Вот сам вопрос. Используете ли вы данные с навигаторов реальных таксистов? Понятно, диверсифицированные для построения тестовых сценариев, ну реальных. Вопрос понятен. Нет, никак не используем. У нас достаточно своих логов. Я показывал 13 миллионов километров, это очень много. У нас очень много окружения, это во-первых. А во-вторых, данные специфичные. Там по оборудованию очень много всего. У нас лидары, радары, картинки вокруг. Но очень много всего замерено. И, соответственно, информации и у нас, где мы расположены. Точность очень сильно различается. Навигации по обычному GPS и высокоточной локации нас. Ну вот для примера очень простая история. Зимой, когда на полигоне катаются машины в беспилотном режиме, там оставляют 24 на 7, они катаются просто вот прям десятки. Можно прийти с утра, снег наметает, и там колея буквально в 11 сантиметров. Они настолько точно ездят и локализуются, что очень тяжело достичь такой точности обычным навигатором или GPS. Там немножко другие алгоритмы. И еще один вопрос. Репортятся ли нарушения окружающих водителей в ГИБДД? Нет, так Яндекс же не этот, ну не ГИБДД. В общем, если произошла авария какая-нибудь по этой причине кого-то, естественно, вызываются гаишники и прочее нарушения. Но, в общем, мы не сот или кто-то еще, чтобы отслеживать такие вещи. Хотя есть режим crazy. У нас помечаются нарушители, ну в смысле для себя внутри системы, что он crazy, это как раз к модулю предсказаний, что он себя ведет странно, давайте-ка подальше чуть-чуть держаться, что типа сейчас он непонятно, куда поедет. Но это такое тоже внутреннее в смысле пометка. На самом деле просто условно можно считать нарушитель. Давайте к нему относиться аккуратнее. Так, давайте следующий вопрос. Меня слышно, да? Здравствуйте. Да. Я правильно, ну насколько я понял, время одной симуляции, соответственно, теста где-то минута-полторы, так? Так, среднее время прогона одного теста в реальности занимает полторы-две минуты. Окей. А скажите, на какое время прогона всех тестов на пул-реквест вы ориентируетесь? Ну на текущий момент у нас прогонялось около тысячи сцен в различных вариациях, где-то в сумме за час. Это не сами сцены, а в смысле все, там с билдом, со всеми предварительными проверками, и вот вся эта история. Ну типа за час ты уже получаешь результат. И всех разработчиков это в общем-то устраивает? Ну, естественно, говорят, давайте быстрее, и в это идут какие-то, ну, вкладываются усилия. Но в общем сильно быстрее не получается. Окей, понял. Второй вопрос был, наверное, такой интересный. Вот те тесты, о которых вы рассказали, они больше похожи на end-to-end тесты для системы прогнозирования и планирования. Ну, понятное дело, у вас есть какие-то юнит-тесты. Какие еще тесты вы, скажем, гоняете на пол-реквестах? Ну, вообще на каждый код, ну, в смысле обычные юнит-тесты на любой модуль, они тоже пишутся, ну, самими разработчиками. То есть юнит-тесты есть. Какие-то интеграционные тесты для того, чтобы протестировать на сценах, не только симулятором единым. Вот. Это если про пол-реквест говорить. Естественно, еще к пол-реквесту подключаются, кроме обычно автоматизированного тестирования, там, ручные тестировщики, которые хотят посмотреть. Иногда не часто, но если хочется. И те же кей, которые сидят за рулем. То есть если фича достаточно важная, после еще человек на машине проезжает маршрут и смотрит, что все хорошо или нехорошо. Но, в общем, про обычные тесты, которые есть просто в разработке, ну, просто это обычный проект с кодом. Ну, плюсовый или питонячий, зависит от модулей. Если есть обычный тест. Не, ну, то, что юнит-тестовый есть, это понятно. Здесь вопрос скорее был про, есть ли какие-то еще интересные типы тестов. Ну, нет, я не скажу, что они необычные, вот симуляторные, наверное, необычные. Могу рассказать небольшой пример симуляторного необычного теста. Он не гоняется на пиарах, но в релизах используется. Это способ RealSim, это когда симулятор запускается на реальной машине, на полигоне, и симулируются виртуальные объекты, но вот в реальном проезде. То есть машина едет по дороге и представляет, что вот здесь пешеход переходит дорогу. Как раз тот случай, чтобы проверить, что что-то идет не так. Казалось бы, можно проверить в симуляторе все, но здесь проверяется еще и перформанс с реальным железом. Давайте еще раз проверим, как один из способов. Понятно, спасибо.